Продолжение следует... Но она чуть менее удобная. Я надеюсь, что вы справитесь. Итак, среда скачана, установлена, и мы учимся создавать в ней проект. В ней много всего, потому что в ней можно делать большие проекты. Нам понадобится гораздо меньше возможностей. Нажимаем файл, создать проект. На всякий случай проверяем, что выбрано именно Visual C++ слева, Win32 и консольное приложение Win32. Он предлагает нам какое-то название, нас оно вполне устраивает. Нажимаем ОК. Далее. И вот здесь обязательно выбрать флажок «Пустой проект». Нажимаем «Готово». У нас создался пустой проект. Теперь в нем нужно создать файл исходного кода, где будет храниться наша программа. Для этого справа выбираем файл исходного кода, в английской версии это Source Files. Нажимаем правую кнопку «Добавить», «Создать элемент». Файл C++. Добавляем. У нас появилось окошко, похожее на окно текстового редактора, где мы, собственно, и будем набирать нашу программу. Вот наша первая программа. В первой строке написано «Include Eustream». Это подключение библиотеки. «Include включить» и «Eustream название библиотеки». «Eustream» переводится как «Input, Output, Stream» — потоки ввода-вывода. С помощью функции этой библиотеки наша программа сможет читать и писать. Следующая строка — «Using namespace std». Пока можно отнестись к ней как к магии, ничего страшного, если вы поймете не все. Она обозначает использовать пространство имен std — стандартных функций. Часто в больших проектах возникает проблема, что название какой-то функции, которая есть там, совпадает с именем стандартный, возникает путаница. Но пока что у нас такой проблемы не будет, поэтому мы можем пользоваться всеми стандартными именами. Следующая строка — int-main. Это то место, где начинается, собственно, наша программа. Main — значит главное. Эта функция, она принимает и возвращает значение. Но в нашем случае она ничего не принимает, запускает ей операционная система и ждет, что функция скажет ей, как она отработала, хорошо или плохо. int означает, что операционная система ждет целое число. Если это число ноль, значит все было хорошо. Все может быть плохо, например, если наша программа разделит что-то на ноль, тогда она вернет другое число. Следующая строка — seout, стрелочки, hello world. Это вывод. Seout, console output. Консоль — это черное страшное окошко. Если вы работаете с Linux, то, наверное, хорошо с ним знакомы. Ну а с Windows мы познакомимся. Собственно, стрелочки обозначают, что положить туда, в поток вывода. А дальше что положить? Наша строка в кавычках. В конце ставим точку запятой, пока можно не заморачиваться правилами их расстановки, а просто ставить там же, где ставим их мы. Последняя смыслная строка в нашей программе — это return 0. Означает вернуть значение тому, кто нас вызвал в операционной системе. 0 обозначает, что у нас все было хорошо. После нее идет закрывающая фигурная скобочка, которая говорит нам о том, что все команды закончились, и мы можем учиться запускать программу. Вот наша программа в среде разработки. Чтобы запустить ее, нужно нажать на кнопочку с изображением зеленой стрелки или F5. Как видно, у нас мелькнуло черное окошко, это и была консоль, но мы ничего не успели прочитать. Чтобы оно оставалось подольше, нужно поставить breakpoint, точку остановки, напротив строки return 0. Ставим, запускаем, и оно осталось. Alt-Tab, чтобы переключиться на другое окно, и мы видим наш Hello World. Ура! Чтобы приостановить выполнение программы, нужно нажать F5 еще раз. Теперь мы можем выделить текст нашей программы и сдать его в тестирующую систему. А сейчас вам нужно будет сделать практическое задание. Ссылка на него есть в описании к видео. Вам нужно будет сдать две задачи. Первая из них Hello World, то, что мы разобрали, а во второй потребуется внести небольшие изменения. Переходить к следующему занятию имеет смысл только когда вы получили окей по обеим этим задачам. Потому что дальше все будет сложнее, и без этого никак не обойтись. Если вам что-то непонятное, можете посмотреть видео еще раз или прочитать конспект. Если остались вопросы, то задать их нам. На сегодня все. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok